Добрый день, дорогие братья и сестры. Начинаем нашу передачу «Вопросы и ответы». И мой помощник Астерий подготовил те вопросы, которые вы прислали нам на блог отца Дмитрия. Добрый день. Здравствуйте, батюшка. Как объяснить ребенку, что такое святая вода? Ну, смотря сколько ребенку лет. Если ребенку три годика, то попроще. Если ребенку уже что-нибудь в районе десяти лет, то уже можно как-то объяснять посерьезнее. А если 15, и он уже в школе поучился, и что-то знает, то можно уже как-то и богословски объяснять. Все зависит от возраста. Важно, чтобы человек сумел это впитать в себя, принять. И особенно если ребенок спрашивает, вот никогда нельзя отвечать так, вырастешь, узнаешь. Вот этого категорически нельзя. Нужно всегда найти для него ответ, который бы его удовлетворил и который был бы правильным. Что такое святая вода? Вообще многие люди не понимают. Ну, просто вот святая и святая. Вот это вода, над которой читается молитва определенная на освящение воды. И по прошению священника Господь с небес ниспосылает Духа Святаго на эту воду. И Дух Святой ее освящает. Вот все, на что сошел Святой Дух, оно считается освященным. Вот сошел Святой Дух на крещеного человека, вот только что крестили, и Дух Святой на него сошел. Он освящен человек. Мы молимся об освящении некой вещи дома. Вот Дух Святый не зашел по молитвам на дом, и он считается освященным. Так и вода тоже. У нее есть определенные даже свойства. Ученые, они исследовали воду святую и смотрели, как она вообще там отличается или нет. Об этом есть даже целый фильм такой замечательный, если найдете в интернете. Не помню, как он называется. Но вот как раз об этих исследованиях, о том, что она приобретает еще и чисто такие физические свойства особенные, какую-то стройность такой кристаллической решетки своей. Вот, поэтому вот вы как-то почитайте, поинтересуйтесь. А так вот ответ, он такой достаточно простой. Все, на что по молитвам сошел Святой Дух, считается освященным. Спасибо, Господи. После службы батюшка благословляет всех собраться на трапезы. За столом ведутся досужие разговоры, предлагается выпивка. Мне в день причастия всегда хочется уединения и тишины. Не будет ли с моей стороны неуважительным, если я не буду посещать эти встречи? Батюшка наш говорит, что это трапеза, продолжение литургии. Нет, никогда не будет грехом, если человек старается после литургии, после причастия сохранить чешину сердечную и уста свои сотворить и не произносить ничего праздного. И старается, чтобы и в уши ничто лишнего не входило. Поэтому, если за столом такая атмосфера, скорее, не литургическая, такая не праздничная, а скорее, такая светская, ну, можно от нее и уклониться. В этом ничего нет. Другое дело, что батюшка почему собирает людей после службы? Ну, чтобы люди познакомились друг с другом, чтобы они не были чужими друг к другу. А то ведь причащаются из одной чаши, молятся в одном храме, даже не знают, как друг друга зовут, и вообще кто, и откуда. Вот, пытаются людей познакомить. Ну, а мы же все-таки более светские, чем духовные, поэтому и светские беседы ведутся. Вот, ну, вы можете участвовать в части такой вот трапезы, вот, и как-то уйти в какой-то момент. А можете просто, как бы, извиниться и не пойти. В этом греха нету, совсем нету. Ну, как к вам будут потом относиться, и не будет ли потом батюшка вас укорять за то, что вы игнорируете общее такое дело? Ну, я не знаю, не знаю. Ну, сумейте объяснить ему, что вы не пренебрегаете их, ну, такой вот, собранием таким. А что у вас есть такие вот, ну, просто намерения поблагодарить Бога? Вот мы литургию благодарили Бога, а потом у нас есть такое еще окончание литургии, это благодарственные молитвы по святому причащению. На слух в храме воспринимать не очень бывает удобно, потому что люди уже начинают ходить, кто-то начинает шептаться, разговаривать и отвлекают. И я знаю, что многие люди, они стараются эти молитвы прочитать благоговейно в тишине. Вот, ну, можно сказать, батюшка, ну, вот я очень хочу как-то вот еще продолжить молитву уже вот один. Ну, найдите что-нибудь, что сказать. В том, что вы не пошли на такую трапезу, греха нет. Как вы думаете, воздастся ли людям за зло, которое они творят? Ну, вообще, так в Евангелии написано, что сотворивший доброе войдет в жизнь вечную, сотворивший злое он будет в муку вечную. Ну, почитайте, это в Евангелии от Иоанна написано. Вот, и, в общем, мы этим словам доверяем. Зачем нам, как бы, придумывать то, что к нам Господом прямо сказано? Вот, поэтому, да, каждому человеку воздастся за добро, добром. Как помните, что Господь говорит, что даже напоивший часы холодной воды во имя ученика не подчеряет награды своей. То есть воздастся человеку за доброе дело, сотворившему злое за его злые дела. И, опять же, не Бог будет мстить, а сами дела, сами дела. Потому что человек сеет некое семя, которое обязательно прорастет. И в этой жизни, и в будущей жизни тоже даст свои злые плоды. И человек их будет пожинать. Почему Господь предупреждает нас от творения зла? Мы навыкли, что не все зло бывает наказуемо. Вот человек соврал, и ему нет ничего за это. Ну, или так никто не заметил, или как поверили ему, или вообще как-то так забыли об этом. Ну, и соврал, и соврал. А оно же посеялось, и оно обязательно прорастет. И будут потом плоды этого вранья. В каком виде, как, чего? Может быть, человек спохватится, и придет на исповедь, и будет горько каяться, и просить Бога прощения, и Господь не даст этим семенам прорасти. И избавит человека от плодов этого греха. А если человек сам, как бы, себе простил и говорит, а что такого? А ничего особенного, да или там все так живут. И, ну, тогда, значит, будут. Непременно будут. Зачем православные все время повторяют вразу «Христос воскресе»? Вы сами-то в это видите? А что, разве от ваших повторений мир становится лучше? Или вы сами духовно растете? Верим, верим. Воистину воскресе Христос. И для нас это самая большая радость. Ибо, как сказал апостол Павел, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. И мы верим, Он воистину воскрес, и это есть тому свидетельство. И почему мы говорим «Христос воскресе» и каждое воскресенье, и не только в пасхальные дни, а вообще во все дни года. А для нас это самая великая радость в жизни. Вот Христос воскрес и разрушил ад, и упразднил смерть, и даровал нам живот вечный. Вот мы радуемся этому. Если человек болел, и вдруг поднят с содра болезни здоровым, разве для него не радость? Он только и будет об этом говорить. Он всем будет говорить, всем, и знакомым, и незнакомым. Ты представляешь, вчера умирал, а сегодня на своих ногах хожу. Чудо, чудо Божие. Вот и мы так же, мы этому радуемся. Становимся мы духовно лучше? Да, становимся. Потому что это духовная радость, это неземная, нематериальная. Мы приобрели не что-то, что можно в карман положить, а мы приобрели для своей души надежду на вечную жизнь. И, конечно, для нас это радость. И она нас облагораживает, и она нас строжит. Христос воскресе. Строжит. Если Христос воскрес, значит, я-то воскресну ли с Ним? Если буду жить по Его заповедям, воскресну непременно. А если буду уклоняться от заповедей, то что меня ждет? Делает. Делает ли мир лучше? Тоже делает. Несомненно, делает. Вы посмотрите, как даже люди не очень церковные, в пасхальные дни, но просто расцветают, когда слышат Христос воскресе. Вы попробуйте на Пасху подойти к человеку на улице и просто ему сказать «Христос воскресе». Ну, большинство людей улыбнутся в ответ, так просияют, скажут «воистину воскресе». Ну, потому что, конечно же, конечно, это освещает весь мир. И мы вообще живем тем, что Христос воскрес. Если Он не воскрес, этот мир давным и давно уже загнил бы, изгнил бы и вообще протух, и вообще ничего бы из того, что мы имеем, уже бы в нем не было. Он просто бы не выдержал бы той вот этой злой вони, которая источает грех. А Христос воскрес, и грех побежден. Поэтому воистину воскрес Христос, и дай Бог нам всем этой радостной вестью и жить всю свою жизнь. Спасибо, Господи. Почему Бог одних призывает и покаянию, а другим попускает смерть? А всем попускает смерть. Смерть – это неизбежное событие в жизни каждого человека. А к покаянию Бог призывает всех, ибо Бог всем желает спастись и прийти в познание истины. Ну, просто Бог ведает способность человеку к дальнейшему покаянию. Вот есть такое выражение, что Бог призывает человека в лучший момент его жизни. Ну, можно удивиться и сказать, а вот человек пил, 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 упал из окна и разбился насмерть. В состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения. И что же это за лучший момент его жизни? Ну, еще раз говорю, что это одному Богу ведомо, как и что. Богу ведомо. Просто Бог, Он благ, и Он не творит ничего неблагое. И Он никогда человеку не мстит. Даже если человек проклял Бога, Бог его не карает вот за это проклятие. Он пытается его спасти, вывести из состояния вот этого безумства. И если человек уразумляется, Бог никогда не поменят человеку тех слов проклятия напротив. Но человек так упорствует в своем грехе, что не хочет слышать ничего. Ни добрых слов, ни слов поддержки, ни слов предупреждения, ни протянутой руки от Господа не замечает. Вот упорно идет, и идет, и идет, и гибнет. Вот, ну, что поделаешь, вот. Бог ведает, когда чему быть, особенно смерть. Это исключительно в руках Божьих. Не бывает смерть, ну, вот, случайная, так, что Бог о ней, вот, не ведал, не промышлял, не знал, и вот она так вот случилась. Ни такого не бывает никогда. Бог ведает, когда чему быть, и как и когда человеку умереть. Желание это Бога всегда о том, чтобы человек, его любимое творение, был счастлив. И Господь на это все положил. И Сына Своего Ейнародного отдал на смерть, чтобы нам не вкушать смерти вечной. Поэтому давайте лучше прислушиваться к тому, что Бог говорит. В Его словах и есть жизнь вечная. Как, помните, говорилось, что жизнь вечная, да знают единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Жизнь вечная, да знают единого истинного Бога. Вот в знании Бога есть, оказывается, жизнь вечная. Вот дай Бог нам это знание в себе развивать и никогда не сомневаться в том, что Господь благ. Дай Бог. Живем с мужем 14 лет, венчаны, двое детей. Мальчик 5 лет и девочка 1 годика. Последние 6 лет муж проявляет грубость, изменяет наркоманию периодически. Детьми не занимается, орет на сына, бьет его. Я все 14 лет нигде не работала, занималась только дома. Мне 33, мужу 37. Хочу идти, но боюсь за детей. Сама росла в семье без отца. Как лучше поступить? Из двух зол выбирать меньше. Да, без отца, без мужа, без мужчины в доме, без материальных каких-то средств тяжело. А с другой стороны, крик, матершина, неадекватное поведение, обзывание. Постоянные стрессы. Это тоже зло. Ну, посмотрите, что есть меньшее зло. То и выбирайте. Я вам сейчас скажу, уходи. А вы мне через неделю скажете, батюшка, я ушла, а жить не на что. Что мне делать? А я не знаю, что вам делать. Вам надо искать какую-то работу. Вам надо будет устраивать детей так, чтобы ими кто-то занимался, пока вы на работе. Находить там детский садик для младшего, потом школу такую с продленкой, чтобы вы успевали и туда, и сюда. Это очень серьезные такие задачи, которые нужно будет решать. Ну, вот, понимаете, без денег же не проживешь. У друзей можно взять взаймы на какое-то время, но потом они не смогут давать. И придется себя обеспечивать. Терпеть то, что есть, вы видите, какая обстановка и какие последствия вообще всего этого. Вопрошайте Бога, потому что, может быть, есть иной вариант, кроме этих двух, уйти и остаться. Я не знаю. Иногда мы не видим то, что под носом у нас. А Бог нам вдруг открывает то, что, оказывается, есть еще какие-то варианты. Дай Бог вам решится. Мне 36 лет. У меня есть семья, трое детей. У младшего задержка, развитие, нарушение речи. Должна ли я общаться со своей матерью, если она для меня чужой человек? Я готова помогать материально и в бытовом смысле, но не более того. Это несоблюдение пятой заповеди? Может ли быть связана болезнь моего сына и несоблюдение этой заповеди? Ну, вообще, болезни, скорби, нестроение в жизни. Всегда есть некое напоминание нам от Бога о том, что мы уклонились от пути Божьего. Вот если же человек шел по дороге, задумался и вдруг чувствует, его по лицу хлещут ветки и какие-то колючки. Вот он раз смотрит и сбился. И, оказывается, в лес свернул и скорее на дорогу обратно. На дороге такого не должно быть. Вот и Господь пытается нас к чему-то призвать. То, что мы упустили, не заметили. В вашей ситуации, понимаете, слишком мало информации, чтобы, ну, как-то вообще давать какой-то такой окончательный ответ. Я не знаю вашу маму, не знаю ваших отношений, не знаю, в чем ваша обида на нее, почему вы не хотите с ней общаться, в чем эта причина, как вот, как чего. Почтение к родителям – это такая непреложная заповедь. Она обязательно будет. Но тогда надо разобраться, что такое почтение. До поры, до времени, пока ребенок маленький, это есть послушание во всем. Уважение, послушание, забота. Когда человек уже вырос, и сам взрослый уже, то послушание, оно уже из этого списка уходит. Должно быть почтение, забота, но уже мы не в послушании у родителей. Мы уже выросли из этого. Выросли. Если родители навязывают нам что-нибудь, там, сыну 40 лет, а ему говорят, ты должен вот сделать, как я тебе говорю, он вправе мне в праве сказать, мамочка, родная моя, я буду решать, как лучше для моей семьи и сделаю так, как сам считаю нужным. И в этом нет неуважения, и нет непочтения, и нет нарушения заповеди. Хотя мамочка может сказать, ах так, да ты мне больше не сын, да как ты смеешь, да это вообще, ты меня не уважаешь, я тебя уважаю и почитаю, никогда не злословлю, никогда тебе зла не желаю, голоса на тебя не повышаю. А то, что ты там требуешь, оно невозможно. Ну, маме не понравилась невестка, и она говорит, разведись с ней. Да, моя жена, как я с ней разведусь, я ее люблю, она, вот там, в общем, ты или она, или я. О, мама ставит такие условия. Ну, это же сумасшедшая мама. С такой лучше развестись с мамой, а с женой остаться жить. Ибо Бог сочетал, человек не разлучает. Ну, всякие бывают обстоятельства в жизни, и всякие бывают причины. Я не знаю всех этих причин. Вот, это уж вы там рассудите, посмотрите сами. Дети болеют с тем, чтобы родители меньше грешили. Потому что у взрослых всегда есть тяга к греху больше, чем у ребенка. А чем удержать? Словами не слушают, какими-то доводами вообще не принимают. И тогда вот больной ребеночек, он удерживает родителей. Они уже не так свободны в своих желаниях, как вот хотелось бы им. Вот, поэтому молите Бога о том, чтобы Господь даровал вашему ребеночку здравие. Ну, и сами не отвращайтесь, не нарушайте заповеди Божьих, никогда не позволяйте себе делать то, что Богу противно. И Господь отнимет болезнь ребеночка. А с мамой постарайтесь быть в мире. Отец Александр, есть ли такая причина вообще, по которой человек имеет право, что бы родитель ни сделал, сказать, мать мне чужой человек? Есть ли вообще такая причина, что бы он ни сделал? Пожалуй, если только она будет таким открытым служителем сатаны. И поносить, и ругать, и богохульствовать, и все святое осквернять, и просто, и, ну, это называется вообще беснование. Беснование. Но опять же, что он чужой. Родители никогда не станут чужими. Ну, просто отношение к ним будет очень и очень ограниченное, такое отношение с ними. Как один вот батюшка Дмитрий рассказывал, ему тоже один священник рассказал, что его мать что-то стала говорить на Бога и на церковь внукам. Она была не очень воцерковлена, и этот священник сказал своей маме, «Мама, еще одно такое слово, и ты внуков своих никогда в жизни больше не увидишь». И это было так решительно сказано, и он бы так и сделал. То есть он бы ограничил бы общение с ней, ну, до минимума, может быть, сам бы. Он еще поддерживал отношения, но уже свою семью полностью бы от нее огородил. Ну, она как-то разумилась этим, потом воцерковилась, и там все встало на свое место. Ну, вот был такой вот момент в жизни, когда она позволила себе высказаться негативно в отношении церкви Бога и веры, и вот он с полной решимостью готов был полностью прекратить общение своей семьи с ней. Как же я там без внуков, да ты меня лишаешь, да они у меня свет в окошке, да ты меня в гроб. Ну, там бывают всякие-всякие это. Ну, вот в такой ситуации, либо ты меняешься, либо я сделаю, как тебе сказал. Чужой она для него станет человек или нет? Да, наверное, не чужой, потому что нам даже боль чужого человека, ну, как-то отзывается в сердце. А если это боль матери, там, мать заболела, у матери проблемы какие-то, ну, не может у нас сердце никак не отозваться на эту материнскую такую нужду. Но вот что касается общения, это мы будем выбирать так, как мы считаем нужным, чтобы ни в коем случае не навредить своей семье. Спасибо, Господи. О чем молятся святые? О всем мире. О спасении душ грешников, обращении людей через покаяние к Богу, о прощении наших бесчисленных грехов, о милости Божьей. Об этом молятся. И славят Бога. И славят Бога. Как Господь сказал, когда вот умрет человек, будете как ангелы на небесах. Что делают ангелы? Славят Бога. Непрестанно славят Бога. И вот святые, они там тоже славят Бога. И еще имеют такое дерзновение, Богом данное им за нас грешных молиться, и за нас просить, и милости спрашивать нам грешным. Что делать одинокому человеку? Неужели он обречен? На что обречен? Одинокий человек всегда может кому-то помочь и обрести очень благодарных ему людей, которым он окажет милость и помощь. Одиночество – это же не приговор. Одиночество – это есть некое временное состояние человека. Но всегда можно постучаться к соседам, сказать, а не нужна ли вам помощь? Знаете, вот у них там дети есть, а давайте я вот с вашими детьми там поиграю, порисую, я им что-нибудь расскажу. А если вы доверяете мне, я могу с ними во дворе погулять. Или там старушка живет этажом ниже, иду в магазин, захожу к ней и говорю, Мария Ивановна, не надо ли вам чего в магазине купить? Так она вас всегда и на чай пригласит, и расскажет вам много чего. И вообще никогда не будете одинокими. Да вас будут везде звать и ждать. Съездите в монастырь разочек, потрудитесь там во славу Божию, и вас будут провожать со словами «Ой, приезжайте почаще и на подольше». И будут всегда вам рады. А среди таких же, как вы, тружеников ради Христа, и никакого одиночества. Так что вы посмотрите повнимательнее вокруг, и увидите, что оказывается, многие-многие хотят с вами общаться. Принимает ли Бог молитвы живущих во грехе? Принимает с тем, чтобы через ответ на молитву человека устыдить и обратить, отвратить от греха и обратить к себе. Мы же все люди, живущие во грехах. Все. Вот все. Все. И я, и мой помощник Астерий. Все мы грешные. Все. Но мы же обращаемся к Богу. И верим, и знаем, и чувствуем, и видим, что Бог слышит наши молитвы. И просто мы стараемся отвращаться от греха. Бывает, что человек, ну, так совсем Бог не знает, так совсем безбожный, такая жизнь у него. И вот он однажды попал в затруднительную ситуацию и решил испытать, а вообще Бог поможет или не поможет. Говорят, что помогает всем просящим у него. И вот он зашел в церковь и сказал, Господи, вот если ты есть, ты помоги мне. Я думаю, что непременно поможет тем, чтобы этот человек утвердился в том, что Бог хочет помочь всем. Я однажды читал такой рассказ был, ну, в такой детской книжке, как один человек в тюрьме попал в карцер. Вот он был такой злодей уже укоренившийся. Ему там стало вдруг страшно. И вот этот страх, он так сковал его душу, как никогда в жизни ему не было страшно. И вот он вдруг сказал, Господи, если ты есть, спаси меня отсюда. И буквально через минуту после этой короткой молитвы вдруг открылась дверь карцера, и его выпустили. Чего вообще было не в правилах этого заведения. И вот он уверовал через такое чудо Божие явленное, но человеку, ну, совершенно далекому от всего Божьего и церковного. Ну, вот видите, как Господь иногда дает человеку до дна опуститься в своей жизни, до дна ада, с тем, чтобы уже потом его восставить оттуда. И уже навсегда. Ибо человек, вот, встретившийся с Богом, вот в такой своей жизненной ситуации, уже от него никогда не откажется. Могут ли бесы слышать наши мысли? Нет, не могут. Этого им не дано. И мысли они не знают. Но мы слишком много говорим, а это они слышат. И у нас на лице иногда так, в общем, все написано, что они это тоже умеют читать. И плюс они такие внимательные психологи, они за нами наблюдают всю нашу жизнь, знают все-все наши слабости, знают все наши предрасположенности, знают нас, ну, просто вот почти что наизусть. Но наши мысли и движения нашей души от них сокрыты. Сокрыты. Вот ведет бес человека на какую-нибудь пьянку в предвкушении победы над этим человеком. А путь проходит мимо храма. И вдруг человек останавливается и поворачивает голову в сторону храма. Бес его в спину толкает. Ну, что, встал? Иди, иди, тебя там уже ждут. А у него в голове что-то такое происходит. И в душе вдруг какое-то вот возникает чувство. Сойду. И дверь приоткрыта, и из храма такой теплый свет льется, а уже вечереет, и так это все. И зашел. Зашел и встал в дверях. И вдруг слезы полились. Сами собой, ни с того, ни с сего. И забыл, куда шел. Бес стоит злиться, а человек все уже его не слышит. Господь коснулся сердца человека. И вот отвратил. Человек вышел из храма и пошел домой, просветленный и омытый собственными слезами. Понимаете? Вот обезжат, он же не знает так. Он для человека уже прописал дорогу в ад. Но Господь не гнушается выйти навстречу самому закоренелому грешнику, чтобы его из-за этого ада спасти. Хочу стать хорошим христианином, но мешает лень, уныние и блудные помыслы. Что делать? От всего этого отвращаться и бегать, призывая непрестанно на помощь Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Господи, спаси меня от блудных помышлений, от дурных привычек, от страстей моих избави мя. Молиться и противиться им. Звонок, ну что, придешь? Не, не приду. Да ладно, не, не приду. Все это давайте без меня. И так вот смотришь, уже от чего-то человек сумел отказаться. Взял в руки телефон. Э, нет. Сейчас опять на час, на полтора я там утону отложил, взял книжечку, на которой написано «Под правило ко святому причащению». И вот начинают со вниманием готовиться. Скажешь, что же, может же, понимаете, и ноги куда-то свои направить в иную сторону. И мысли может, и мысли может. Потому что, ну неужели у человека такая примитивная мысль, что вот она только одна в голове, как бы согрешить? Однюю, ведь есть и добрые мысли. И вот их оставляем, а всё недоброе стараемся изгонять. Как Бог мог допустить, чтобы нацисты сжигали детей заживо? Кто ответственен за подобные преступления? Ну точно не Бог. Не надо как бы на Бога как-то вину взваливать за человеческие преступления. Бог показывает людям, насколько они могут низко пасть, если они как бы служат греху. Ну, потому что вот если человеку, например, который никогда не сталкивался с последствиями греха, сказать, грех — это плохо, он скажет, а что плохого? Так дети говорят, которые ещё в жизни мало с чем плохим сталкивались, они всё время ограждены родителями от всяких неприятностей. И поэтому вот такой вот ответ, а что тут плохого? Там ребёнок, например, играет в игрушку по три-четыре часа в день. Ему говорят, слушай, ну хватит уже. Он говорит, а что тут плохого? Он не видит в этом ничего плохого. Сейчас-то эти всякие там интерактивные, всякие интернет-игрушки, там какое-то общение, какое-то такое вот всё, сообщество там целое создаётся. Ему там интересно, он там живёт. А что тут плохого? Вот пойди ему объясни, что там плохого. Да он просто вообще даже не услышит, о чём речь, даже не поймёт. Ему скажут, ну придрались опять, вот что-то, что-то опять не так. Вот. Поэтому Богу приходится показывать человеку, до чего может довести грех. И вот такие страшные, такие вот исторические факты, которые мы знаем, бывали. Вот. Оно, ну просто до содрогания души. Когда человек, например, читает или там какие-то кадры документальные смотрят, у него просто вообще в душе всё переворачивается. Изверги. Даже зверями не назовёшь бесы. А как они такими стали? А вот так грех действует человек. Что, он таким родился, что ли? Вот этот нацист, который там заживо вкидает в печку ребёночка. Что, он таким? Да не родился он таким. Нет, он тоже был таким младенцем, таким беззащитным, улыбающимся, всему радующимся. А потом, под действием той среды, в которой он рос, он стал сначала там быть жестоким, да, потом озверел, потом осатанел. И вот до такого дошёл. Ну подумайте, что человек, если ты сегодня позволяешь себе малый грех, к чему он тебя приведёт завтра? Может быть, и ты таким же станешь? Ты думаешь, что ты на такое никогда не будешь способен? Да, может и случится такое. Да, может случиться такое. Знаете, вот приходит человек, уже взрослый, как-то у меня, так и реальный случай, говорит, батюшка, матерное слово вырвалось. Я не помню, говорит, в жизни, у нас в семье никто не ругался. Я всегда, ну как-то вот, был в такой компании, где не ругались. Вообще не было у меня такого же, откуда оно взялось, откуда? Да, ну какие-то другие грехи человек себе попустил быть и как-то вот с ними вполне уживается. И вот душа так она гнила потихонечку под действием этих грехов, и вот теперь ещё и матерные слова стали выскакивать. Ну вот так вот там. А потом станет больше, а потом ещё проклятие вместе с этими матерными словами выскочит. И не думай, что это вот как бы такого быть не может. Если мы не будем жить по заповедям Божьим, Бог может попустить нам стукнуться о самое дно ада. Может попустить. Может быть, оттуда мы как-то возопеем к Богу и начнём восхождение через покаяние. Нужно Бога слушаться. Спасибо, Господи. Почему священники не могут чётко рассказать, что делать человеку, чтобы исцелиться от неизвечимой болезни? В других учениях есть понятные для исполнения инструкции? Да ну как же нет. Все священники любому человеку, который попал в ту или иную жизненную ситуацию, даёт самый-самый лучший совет, который только может быть. Молись Богу. Ибо исцеление же, оно же от Бога. От Бога. Бог хочет, даёт. Не хочет, не даёт. Умоляй Бога. Проси Его. Посмотри на свою жизнь. Что могло привести тебя к такому состоянию? Борись с грехом, который в тебе есть. И будет тебе милость от Бога. А всякие такие вот упражнения, которые предлагаются, ну, в каких-то иных религиозных там общинах, течениях, но они же никогда не гарантируют ничего. Ну, существуют определённые методики общего, ну, как некого такого оздоровления организма, что ли. Оно действительно это есть, и организм откликается на эти методики. Но это не даёт исцеления человеку. Отнюдь, если человек болен неизлечимой болезнью. Неизлечимой называется болезнь, которой наша медицина не научилась ещё справляться. И как быть? Ну, а Бог может всё. Поэтому мы не даём людям какие-то сомнительные советы. Хотя и такие встречаются. В семь церквей свечки поставь, потом там в полночь какую-нибудь прорубь окунись. Но это же всё от суеверий. Это же всё не церковное. Это всё около церковные такие суеверия. Ну, а люди с охотой это всё принимают. Вот. И... Нет. У нас есть самое действенное против любой болезни. Молитва Богу. Она бывает домашней, бывает церковной. В церкви самая главная служба это святая Евхаристия, литургия, на которой мы благодарим Богу и причащаемся святых христовых тайн во исцеление души и тела. Мы соединяемся со святым Богом, который подаёт нам просимое. Ещё есть таинство соборования, в простонародье или елеосвящение правильно называется, когда освященным елеем помазуются болящие люди. Опять же, мы просим Бога об исцелении, об прощении грехов и исцелении. И подаёт Господь милосердый тем людям, которые пришли и которые к этому таинству прибегли. Поэтому каждый священник это всё знает. Просто люди хотят, что-то такое волшебное, волшебную таблетку, волшебное слово, волшебную палочку, ну что-то волшебное, что вот я сейчас вот это сделаю, куда-то схожу, куда-то съезжу, что-то такое, какой-то ритуал свершу, и у меня всё отступит, и у меня всё станет хорошо. Ну нет, так не бывает, так не бывает. прислушайтесь к тому, что говорит церковь, прислушайтесь. Через святых людей нам всё разъяснено, вот всё, все эти моменты, все вот эти вот вопросы, которые люди задают, они же уже звучали, их ответы звучали из уст людей святых. Вообще вопрос здоровья, он же всегда всех волнует, и, наверное, он чаще всего и звучит, и церковь, она нашла ответы на все возможные вопросы, касающиеся здоровья, там, ну, всех, понимаете, не из цельных больных, из цельных больных, маленьких, больших, там, таких-сяких, там, неожиданная болезнь, там, родовая болезнь, там, какая-то, наследственная, но всё это уже, всё, всё уже отвечено на это всё, ну, поищите, посмотрите, помолитесь Богу, он есть источник всякого блага. Общаются ли лица Святой Троицы между собой? Непрестанно. Грехи крёстного влияют на ребёнка? А вообще, грехи взрослых очень влияют на детей, потому что дети же смотрят и копируют. Поэтому, если в человеке взрослом есть грех, то он обязательно как-то вырывается наружу. а дети это слышат и видят и, конечно, влияет. Но больше всего, конечно, влияют на детей грехи родителей, потому что общение самое тесное, самое такое, длительное. Вот, и дети, они прям с интонациями родительскими и их словами, они потом в жизни очень, так сказать, преуспевают. Вот прям как родители научили. И последний на сегодня вопрос. По мнению церкви, может ли мужчина жениться в 66 лет, если у него за спиной 4 развода? Но в церкви не венчаем, это точно. А что там касается государственных там органов регистрации брака, я не знаю, какие у них есть там ограничения, может быть, вас и распишут. Но перед Богом это уже невозможно. Раз не венчают, значит, нет благословения Божьего на это всё. Вот поэтому уж раз вы так вот жизнь свою ну как-то не сумели сохранить в браке, но теперь попробуйте сохранить свою душу в чистоте вне брака для Бога. Сохраните душу для Бога. А то мы всё хотим, чтобы вот пожить-пожить в своё удовольствие, чтобы там чего-то там не потерять, а оно, чтобы Боженька взял к себе. Нет, к сожалению, нет. Как Господь говорит, что удобнее верблюду войти в Царствие Божие, чем богатому туда войти. А мы все богаты грехами своими, гордостью, тщеславием, самомнением. Мы все полны своими обидами, всякими претензиями ко всем и ко всему, сплошной непрестанной критикой и возмущением. Ну и как такому человеку войти в Царствие благости, мира, тишины, спокойствия. Если человек навык всё время привирать, как он войдёт в Царство Правды? Ну как, ну как? Мы всё хотим, чтобы это как-то само собой сложилось, чтобы нам было там хорошо. но иному человеку без бутылки водки нехорошо. Вот ему нужна бутылка водки в день, а там же не нальют. Ну нет её. А иному человеку без компьютерной игрушки нехорошо. чтобы хорошо было, вот мне компьютер, стол, чипсы, кока-кола, и вот, чтобы меня никто, так сказать, ни на что не отвлекал. Вот это хорошо. А если этого нету, ну вот пойди там у какого-нибудь ребёночка, забери на день компьютер, но он же с ума сойдёт и всех сведёт. Ему же нехорошо. Так что вот думайте, чем живёте, чтобы вам было потом хорошо. Спасибо Господи. На этом всё сегодня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok